ПЕСНЯ Добрый вечер! Начинаем торжественную церемонию награждения победителей 22-го открытого фестиваля документального кино «Россия!» Дело в традициях. А традиции были заложены еще теми киноклубами, которые действовали тогда в городе Свердловске. Потом в 88-м году в Екатеринбурге открылся первый всесоюзный тогда еще фестиваль неигрового кино. Но он прошел с большим успехом при переполненных залах. Следующий фестиваль решили провести в Воронеже, потому что в те времена была такая традиция, что всесоюзные фестивали каждый год, там или раз в два года проводились в разных крупных городах или столицах союзных республик. Но следующий решили провести в Воронеже. Зрителя собрать не удалось. Тогда было решено закрепить этот фестиваль за Екатеринбургом. В то время уже Свердловск переименовали в Екатеринбург. Уже распался Советский Союз и фестиваль назвали «Открытый фестиваль неигрового кино России». Наш фестиваль принципиально национальный фестиваль. Это не международный фестиваль, но он открытый. Открытый. Почему он открытый? Для участия в конкурсной программе открыты двери всем бывшим республикам Советского Союза. То есть, дело в том, что основная миссия, не единственная, но основная, это сохранение единого кинематографического пространства. Дело в том, что мы все вышли, как бы мы все однокоренные. Корни у нас общие, у нас общая школа кинематографии. И у грузин, и у латышей, и у украинцев, и у белорусов, у всех. И, кстати говоря, это не пустые какие-то слова, декларируемые ради каких-то политических целей, еще каких-то других. Это подтверждается постоянно. Вот на отбор, на этот фестиваль, прислали фильмы все бывшие республики, все наши ближние соседи, бывшие республики Советского Союза. Есть фильмы из Белоруссии, впервые за много лет, вообще на моей памяти, впервые в конкурсной программе фильм из Молдавии. Ну, Армения часто у нас очень участвует в конкурсной программе. Киргизия. Киргизия вдруг оказалась очень плодовита, причем оказалась плодовита дебютами. И, ну, как бы неудобно мне, директору фестиваля, сразу выносить суждения. Но, хорошие дебюты, очень симпатичные дебюты в Киргизии. Дебютом было Сеня. Все они были удивительные, все были разные, все были очень хорошие. Но было много соблазнов, было желание разделить этот приз на несколько номинантов и людей. Но, в конце концов, мы приняли решение. Лучший дебют режиссер Анатель Жураева. И любопытный бель для счастья. Студия «Дазар», «Бешкет», «Киргиздан». Спасибо большое. Я очень не рада. Спасибо, друзья. Спасибо, фестиваль. У нас аудитория трансформировалась постоянно. Первый фестиваль, он проходил на волне политических баталий. Участники фестиваля ходили на митинги. Тут Бурбулес выступал. Где-то у Дворца молодежи протестовали, бушевали. И так далее. То есть, аудитория была в фестивале чрезвычайно политизирована. Конечно, это интеллигенция, пенсионеры. Пенсионеры тогда были очень, так сказать, активной такой частью гражданского общества. Какая-то часть студенчества, непреобладающая, скажу так, какая-то часть. Ну и, безусловно, профессионалы, кинематографисты. И происходила трансформация. Как бы жизнь политическая успокаивалась. Аудиторию стали заполнять пенсионеры, творческая и техническая интеллигенция, студенчество. А потом пошел резкий такой крен в сторону молодежи. Молодежь, молодежь, молодежь вдруг стала наводить. Даже старшие школьники заполнять залы. Но пенсионер не будет лежать на полу на ступеньках смотреть фильм. А сейчас зайти в зал можно увидеть. На полу часто даже предпочитают размещаться где-то на полу, нежели занять место в середине зрительного зала. На сегодняшний день мы считаем студенческую молодежь нашим главным зрителям. Творческая и техническая интеллигенция, наверное, по количественному составу занимает второе место. Ну и, конечно, есть пенсионеры. Музыка Евгения Радыгина. Исполняется первая. Вечер тихой песнею над рекой плывет. Дальними царницами светится завод, где-то поискатится точками огня. Исполняется первая. Исполняется первая. Музыка Евгения Радыгина. 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 Продолжение следует... Кстати, еще сценарист. Валерий Шевченко. Очень большое спасибо, Джули. Очень-очень хорошая картина, правда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, самое приятное все-таки это награждать людей, правда. Восстаю и волнуюсь, как первокурсник. Итак, книга «Тундры». Режиссер и актор сценария Алексей Бахнушев. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучший полоникажный фильм. Книга «Тундры». Повесть о упухаемом маленьком камне. Компания «Высокие широты. Москва». Режиссер Алексей Бахнушев. Для вручения специального приза жюри и слово предоставляется Енине Лапинскайте. Я хотела сказать много-много хороших слов всем сознателям фильма. Я сама режиссер, я понимаю, как волновались за это время. Волновались и мы в жюри. И так что приз жюри, специальный приз жюри вручается. «Я забуду этот день». Режиссер, я представляю, Алина Анастасовича. Специальный приз жюри. Фильм «Я забуду этот день». Режиссер Алина Анастасовича. Санкт-Петербургская студия документальных фильмов. Приз получает начальник отдела внешних связей Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Анастасия Лаванова. От имени режиссера, который находится в Германии уже полгода И от имени женщин, которые вдохновили ее на создание этого фильма Огромное спасибо. Для вручения главного приза фестиваля Слово предоставляется председателю жюри Сергею Лазарукову. Вы знаете, здесь просили повторить нам хотя бы один куплен, мы это сделаем позже. Решением жюри. Главный приз 22-го открытого фестиваля документального кино Присуждается фильму «Россия» присуждается фильму «Инакиня» Режиссера и оператора Галина Адамовича, оператора Татьяна Логинова. Главный приз фестиваля. Фильм «Инакиня» режиссер Галина Адамовича. Студия воины святого исповедника Иоанна Война. Минск. Беларусь. Присучает председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, член нашего жюри Виктор Васильев. Кино лучшее, кино доброе, кино справедливое, кино искреннее, кино по-хорошему женское. И все-таки документальное кино, как понятно, на 22-м фестивале все-таки хорошее женское лицо. Я сразу же скажу, мало того, я этого режиссера знаю. На сцену приглашается директор открытого фестиваля документального кино «Россия» Георгий Негашев. Дело в том, что уже несколько лет у меня дома стоит приз, который я получил, будучи членом жюри одного из Викторовских фестивалей. Мне там вручили приз за поддержку молодого кино. Посильно стараюсь это делать и сейчас, и впредь. Во всяком случае, наш фестиваль будет поддерживать молодежь. И мы очень рады, что ежегодно в ГИК присылают к нам на фестиваль много фильмов. Не все они попадают в конкурсную программу. Большинство не проходят отбор, но тем не менее, ежегодно в конкурсной программе фестиваля присутствуют в ГИКовские фильмы, и не заметить их нельзя. Поэтому я обжурбировал себе вот такое право специального упоминания о дирекции фестиваля за творческое продолжение традиций отечественной кинематографии в программе фильмов Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова. Я прошу Ольгену Петровну, Чинарову, проектора по научной и творчеству и работе. Для в ГИКовцев, вообще для начинающих кинематографистов, участие в этом фестивале может быть гораздо важнее, чем уже для маститых. Потому что это для них дорога в жизни. Тем более в документальном кино, в котором, может быть, молодому продвинутся, гораздо труднее, чем в игровом кино. Фестиваль завершился. Встретимся на 23-м фестивале. Торжественная церемония закрытия 22-го фестиваля документального кино «Россия» завершена. Вы увидите два фильма победителя нашего фестиваля. Фильм «Колыбель для счастья», завоевавший приз за лучший дебют, и фильм «Инакиня», завоевавший главный приз фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...